Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вод и обязательно прожимай колокольчик. Приветствую вас дорогие зрители, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас обзор, очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзор продолжается рассмотрение легких танков шестого уровня и сегодня у нас китайский танк шестого уровня ЛТ-59-16. Внешне он безусловно очень похож на русский танк и это действительно так, доработанные ТРПРы, все технологии в свое время им передавались. Поэтому по сути это совок и опять же об этом говорит его углы склонения на топовой пушке в минус 5 градусов вертикальной наводки. Наверное есть какая-то броня, возможно, не знаю. Сейчас пойдем смотреть. В целом я на нем поездил. Вот, скажем так, если сравнивать его во все линейки ЛТ-6 уровня, их там 7 штук, то какие критерии его можно основные выделить? Да, это одна из самых худших незаметностей. По скорости он тоже не выделяется, где-то в середине списка стоит. Пушка не гнется. Обзор предпоследнее место после Круссайдера. То есть сам плохой обзор у Круссайдера, это Великобритания ЛТ-6, а это предпоследнее из 7 ЛТ-6 на 7 уровне. Ладно, пойдемте смотреть бронирование, может быть там есть броня, может быть мы ее вдруг там найдем. Итак, вот наш 59-16, желто-оранжевый, красный, давайте разбираться. А НЛД 38 до 39, ВЛД у нас до 40, здесь гуслят, рак висит, люк мехвода также 40, да, все, надгусеничных полок у него нету. Давайте смотреть, что у нас по башке. То есть корпус дырявый, картон, по башке 50-40, к краям расходится до 70, край там понятно 80. То есть брони здесь тоже нет. Лючки 39, здесь 37. Все, маска, орудие, она у него маленькая, закрывается вот здесь даже на рисунке стволом, если так с края посмотреть, ну вот прям маска, да, есть там что-то еще хоть как-то, до 160. Боковая броня 30, 20, танковать он не может. Соответственно, танку лучше всего не стрелять только в маску. А так, шестые, пятые и даже четвертые уровни его будут насквозь пробивать. Брони в нем нет. По основным модулям. Здесь нам предлагают две пушки. Стоковая. С Альфой 85 бронепробитие, основным 112. Голда 189. Заряжается 3,2 секунды. 2,3 время сведения секунды. 0,34 точность. Вот пушка точная. Вот пушка точная. Точность хорошая на начальном уроке. Есть топовая. С Альфой уже 115 бронепробитие, 138. Основным снарядом, если хотите экономить, да, голдой 180. Меньше, чем на первой. Вот у первой пушки 189. Заряжается пушка тоже дольше 4,2 секунды. Время сведения 2,2 секунды. А вот разброс уже 0,4. А здесь 0,34. Поэтому с точки зрения пушек, я не скажу вам однозначно ставьте топовую. Вероятно, вам подойдет стоковая. Стоковая это точное орудие с маленькой Альфой. Быстро заряжается топовая. Хорошая Альфа, но разброс уже никудышный. Практически как у тяжелых танков. Но не как у тяжелых, как у СТ. Понятно, что там перками оборудования можно улучшить. Но в любом случае, первая стока это точная, но с маленькой Альфой. Вторая не точная. По поводу башки. Значит, обзор здесь будет лучше у топовой. 360 на топовой. И 350 на 10 метров топовая башка прибавляет обзоров. С точки зрения брони все то же самое. По рациям. Рация стоковая 525, топовая 750, аж на 200. Понятно, это ЛТшка. Нужно передавать информацию о засвете. Вам нужна топовая рация. По двигателям. Стоковая 400, топовая 450. Тоже движок нужен. Ну и по гуслям. 54 угол скорость поворота градосекунды. И там 52. Плюс 2. Все. По этому танку, по основным модулям. То есть, все кроме пушек. Пушек пробуйте. Первую стоковую, как она вам зайдет. Потом вам все равно эта ветка идет на ВЗ-131. Будете проходить через топовую башку. Попробуйте, если захотите, топовую. Какая больше вам понравится. На той и играйте. Как по мне, что та, что та хороша. Но жалко, что одновременно нельзя, как полевую модернизацию, возить с собой две пушки. И менять их в зависимости от карты и от сетапа. Мне как заходило и стоковая, так и топовая тоже. Потом, правда, после стоковой тяжеловато на топовую пересаживаться. Потому что точности не хватает. Прямо реально это ощутить. По полевой модернизации. Здесь все просто. Во втором блоке, как всегда, для ЛТ-6 уровня. Настройка клапанов. Плюс 2 км максимальной скорости вперед. В блоке 4 настройка механизма заряжания. Минус 3 от времени заряжания. И в пятом блоке у нас облегченная противоосколочная защита. Плюс 3 км максимальной скорости. С точки зрения оборудования. Оборудование стандартное для всех ЛТ-шек. То есть, первая сборка и вторая это активное ЛТ. Отличается только турбиной и вентилятором. И последняя сборка это пассивное ЛТ. Для тех, кто не хочет кататься по полям. Либо только начал играть и не знает кат, не знает места, где можно отыгрывать как активное ЛТ. Поэтому рога, маск, сеть и малышунка. По перкам. Тут тоже все стандартно и просто. Для этого танка 4 человека экипаж, как у Савков. Командир, наводчик, механик, водитель, заряжающий. Первый перк командиру Лампу. Всем остальным незаметность. Второй перк Боевое братство. Третий перк всем ремонт. Командиру Орлины Глаз. Четвертый, пятый перк. Как на схеме качайте. Не факт, что у вас есть столько перков. Сейчас на шестом уровне у вашего экипажа. А теперь давайте поглядим снаряды. По снарядам. Бронебойка. Здесь очень маленькая скорость полета. 700 метров. Стреляет чуть быстрее, чем арта. Поэтому некомфортный полет снаряда. Скажем так, честно говоря. Бронебойка летит 875. Это тот нижний порог, с которым у всех остальных ЛТ минимально летят обычные ББХи. Вот такая вот здесь голда на этом агрегате. Ну и фугасы 700 летят. Тоже медленные. Но я ими особо и нигде не пользуюсь. Теперь давайте представим, что у нас стоят топовые модули. И по пушке тоже, к примеру. У нас стоит правильная сборка оборудования. Из активной ЛТ. Первый вариант, скажем так. У нас нормально прокачаны экипажи перки. Также мы добавляем инструкцию на вентиль. И ставим вместо огнетушителя, к примеру, улучшенный рацион. Допаек. То же самое. Что мы можем максимально от этого танка получить? Максимально мы от него можем получить. Заряжаться орудие у нас будет 3,21. Время сведения у нас улучшится до 1,74. И разброс на 100 метров на топовой пушке 0,36. Вот 0,36 это уже годнота. А если вы поставите, например, пушечку не топовую, а поставите стоковую, то у вас уже разброс на 100 метров, внимание, будет 0,3. Вы представляете? 0,3. 0,31 точность стоковая на пушке у Леопарда 10 уровня. А у вас 0,3 будет на 6. Вы будете белке в глаз стрелять из этой пушки. Так что я говорю, по пушке выбирайте сами. Общий ДПМ на топовой пушке, на топовой, 2,152. Но учитывая, как у него гнется орудие, этого ДПМ еще надо достичь. Вот. А прочность у нас 670 хп живучесть. По мобильности 62 вперед, 26 назад. Удельная мощность 20, почти 7 лошадей на ту. Ну, разгоняется танк действительно неплохо, он очень подвижный в этом смысле. По незаметности у нас 4066 незаметность. Неплохая незаметность на самом деле. Я хоть и вначале сказал, что у него средние показатели. Но, честно говоря, видать, спутал с другим танком. Вот. 4066 такой более-менее показатель нормальный. Не 33 и не 36, как у некоторых ЛТшек на 6 уровне. И обзор у нас 469. Не топовый такой. Где-то чуть ниже середины списка ЛТшестого уровня. Топовый. 495 у нас у немца. У ВК-2801. 481 метр. У Крусайдера, по-моему. И у Т-37. Вот. Это еще меньше. Вот. Ну, назовем этот танк такой некой рабочей лошадкой. Стабильный. Находящийся практически по всем параметрам. В середине списка. Ничего особенного. Ничего выдающегося. Обычная ЛТка. Не более ни того. Если у вас прямые руки, вы на ней тоже сможете, в принципе, нормально, комфортно играть. Единственное, что вам прям реально будет не хватать на этом танке, так это углов склонения вашей пушки. Вот это факт. Ладно, отправляемся в бой. Посмотрим, как это ЛТ играет в современном рендинге. Итак, попали мы к седьмым уровням. Я думаю, сейчас будет жопко гореть по полной. Одно дело играть с шестыми, другое дело на этом танке играть с семы. Так. Так. Куда нам лучше поехать? ЛТшек у нас H2. Уничтожим их. Да, сейчас мы всех уничтожим. Итак. Мы попали. Да, наверное, на центр поеду. Там, где нужны УВН, вот куда мы попали. А у нас этих УВНов нету. Значит, надо максимально светить. Ну и стрелять. Почему бы и нет. Когда будет возможность. Так. Так, так, так. Сейчас. Бурак на подходе. Оп. Кого-то мы там заметили. Еще кого-то заметили. Вот видите, пушечка совсем не наклоняется. А топ сейчас уже до самого-либо. Оп. И есть. Хорошо пошло. Хотя бы один. Есть. Так. Ну-ка, ну-ка. О-о-о. Сколько пацанов едет. На. У меня этих мин много. Получай. Можно безнаказанно еще газануть. Вот еще. А можно еще. Один фиг не видит. На. Пока доедешь. Очень интересно. А где ихние ЛТшечки? На. Миленько. Нет. Слушай, ненормально. Забрался на горку. Прям вообще годно. На. Не попал. А вот теперь плохо все. Оп. Оп. ВКХа приехала. Мстить. Наполучала. Пару тычек же я ей дал, да? Пару. Приехала мстить. Вот еще перекаточка. Вот бортом стоят замечательно. Ах, красавцы. Крати еще. Типе. О. Косарь 400 настрелял на углу. А во всем виноваты ихние ЛТшки. Вот видите, когда, скажем так, ЛТ ведет себя крайне неправильно. Как команду можно своими действиями или бездействиями подставить. Оп. И это все? На. Все, готов. Готов. Да, готов. Вот. Ну, туда мы за камнем прячутся. Так. Можно поехать популькать. Даже в... О, стоит. Дружок. На. У меня этих мин много. Так уже близко. Это мне нравится. Это мне нравится. Это все нам нравится. Во, во, во. Бегут. Бегут. Неуклюж. Пешеходы получат. На тебе. Хорошо пошло. Еще. Вот. Меня. Я все равно. О, смотрит он на меня. Супер Хелка. Так. Надо как-нибудь вот этих поразваливать, ажиков бы, а? Как-нибудь добраться-то бы. Аккуратненько. О, торчит, торчит. Нет. Аккуратнее там. Да, не пробил. Блин, так хочется в спины их поубивать. Прямо же. А пушка не гнется. А пушка... А-а-а, уже близко. Это мне нравится. Как бы от КВ-2 не отлететь. Ага. Спрятались. Вот опасно они там стоят. Два товарища. Придется туго. На-а, стоять. Шрам останется загляденье. Стоять. Поаккуратнее там. Что-то счет как-то мне не нравится, что наша команда исполняет. Так, так, так. Нормально. Нормально. Так, что, можешь упасть на него прям? Че он там бедный мучается? Добить уже его. Чтоб он в этом бою прям... Уже не переживал ни за что. Кто переживает? Так, суммарочка у нас уже 3 400, кстати. 3 400, 5 фрагов. Блин, Войноса бы взять? Взять бы Войноса. Танки на подходе. Так. Так, у нас захват базы идет вовсю, да? Ну, вот такой вот бой. Все, захват базы, победа, противник проиграл. Ну, как я и говорил, обычный, обычный ЛТХ без сверхспособности. Вот как-то так. Руки у вас на месте, сможете играть. Вам большое спасибо за просмотр обзора. Приходите ко мне на канал почаще. Подписывайтесь, прожимайте ваши лайкосы. А я вам сейчас говорю, пока. Вот такой вот интересный боец у нас получился. Тачка неоднозначная. Все равно, как по мне, есть на 6 уровне ЛТшки. Более интересная, да? Если бы я играл бы на топовых танках 10 уровней, захотел бы пофаниться на ЛТ 6 уровне, это явно был бы не китаец 59-16. Но даже на нем можно творить грязь. Вот, а я хочу с вами попрощаться. До скорых встреч на моих обзорах на моем канале. Пока! Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вод и обязательно прожимай колокольчик. Продолжение следует... Продолжение следует...